Основной удар стихии на себя принял Лазаревский район города Сочи. За один час здесь выпала месячная норма осадков. Вследствие чего небольшие горные речушки превратились в бурные потоки, которые несли деревья и валуны в человеческий рост. Практически сразу же четыре горных села Алексеевская, Татьяновка, Марьино и Тхагавш оказались заблокированы из-за схода селии. Большинство жителей этих населенных пунктов были экстренно эвакуированы еще накануне удара стихии. Вернувшись домой, жители Алексеевского недосчитались домашней живности, а кто-то лишился и движимого имущества, был нанесен урон жилым строениям. Игорь Емолкин никогда не думал, что ручеек рядом с его домом может натворить столько бед. Кричал ревун, оповещали эвакуацию. Людей эвакуировали тоже вот у нас здесь, дачника ночью забрали людей. Там еще хуже, чем здесь. А там это где? Это вот по дороге вниз, но здесь не пройти, не проехать уже невозможно. Там речка поднялась, хорошо поднялась. Затопило все, наверное. Пробиться по основной трассе от Алексеевского к другим поселкам рабочие не смогли. Об этом в режиме видеоконференции из штаба по ликвидации ЧАЭС мэр Сочи сообщил главе региона. Я ввел режим чрезвычайной ситуации по четырем населенным пунктам, потому что эта дорога, о которой мы говорим, она действительно разрушена в двух местах, но к четырем населенным пунктам подъехать невозможно. Значит, приняты меры, и сейчас делается другая дорога, старая дорога, которая была в советское время. В отрезанные от внешнего мира села спасатели МЧС доставили продукты, питьевую воду и медикаменты с запасом на пять дней. Тех жителей, которые пожелали уехать из этих населенных пунктов на вертолетах, доставили в районный центр. В общей сложности эвакуированы 64 человека, в том числе 36 детей и беременная женщина. Губернатор потребовал не выпускать ситуацию из-под контроля. Вернуться к привычной жизни жители края должны были в максимально кратчайшие сроки. Людям не нужно знать, что это трудно. Падение таких осадков не в одном районе, а в многих муниципальных образованиях, или они сменяют один, другой, им нужен результат. Поэтому мы сегодня должны забыть про собственную усталость, сделать так, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. От стихии пострадал участок федеральной трассы. Река Цукваджи подмыла берег у автомобильного моста в районе поселка Солоники. Дорожникам удалось восстановить его в течение двух дней. Помимо Лазаревского, непогода стала проблемой и для жителей Адлерского района. На улице Форелева сель повредил несколько домовладений, пострадали и частные машины. На ликвидации последствий стихии в Сочи было занято около 500 человек и 160 единиц техники.